Это Большой Утренний эфир на телеканале Санкт-Петербург. Просыпайся, северная столица. У нас для вас много интересных культурных и музыкальных новостей. Пик белых ночей прошел неделю назад, но этот чарующий период еще продолжится до начала июля. Будем гулять чуть дольше привычного и наслаждаться, вдохновляться, влюбляться, может быть. Кстати, делать это можно не только в центре, наблюдая развод мостов, но и, например, в Купчино, слушая джаз. В нашей студии директор музыкально-литературного фестиваля «Белые ночи» в Купчино Алексей Кривский и музыкант Борис Эйч. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, «Белые ночи» в Купчино особенные, как они притягивают к себе джаз и музыку? Ну, как говорит Билли Новик, идеолог и основатель фестиваля, где самые красивые ночи, конечно же, в Купчино. И самые музыкальные, вероятно, что... И с ним согласились. Он-то все-таки там родился, вырос. Я тоже, кстати. И я тоже. Ну, вот видите, как мы все собрались. Хорошо, Алексей, с вами понятно тогда вопросов, почему именно в Купчино нет. Борис, насколько для вас «Белые ночи» удивительное явление? Когда вы впервые их прочувствовали и какие были впечатления? Я являюсь и русским, и кубинцем, поэтому прочувствовать я успел за свою жизнь. Вот «Белые ночи» для меня это процесс необычный, но тем не менее получаю удовольствие от этого. И будем получать это в Купчино. Жаркие кубинские мелодии, танцы, ритмы, как они коррелируют, может быть, с такой, знаете, культурной, спокойной, размеренной «Белой ночью» Петербурга? Они прекрасно вписываются в формат нашего фестиваля, который пройдет 1-2 июля уже в эти выходные в Купчино при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Будет большой праздник для жителей Купчино, и не только Купчино, а всех жителей Петербурга и гостей нашей прекрасной культурной столицы. Что бы вы выделили из программы? На что ориентироваться тем, кто, возможно, впервые о нем не только услышит, но и решит, что да, вот эти выходные доедет до Купчино и примет участие? Ну, во-первых, у нас очень интересная, насыщенная музыкальная программа, то есть у нас будут в этом году очень крутые исполнители, вот Борис Ильич, у нас будут Белиновик, Вова Чеморали, у нас будет гость из Америки Рой Янг, ну, как бы наш хороший американец, вот, и многие-многие другие. Но помимо музыкальной программы, мы делаем такой большой семейный фестиваль, то есть будет много всяких зон отдыха, мастер-классов, развлекательных зон для детей, будут выставка петербургских художников, поэты Купчинские будут читать стихи. То есть можно будет оба дня на фестивале находиться целиком с утра до вечера. Впитывать в себя вот эту культуру. Борис, а как вы считаете, можно, впитав культуру, научиться джазу, понять его? Ну, вот если человек, знаете, так интересуется, но, возможно, не имеет профессионального музыкального образования, просто это такое что-то... Конечно, музыка это открытый язык, который позволяет напрямую разговаривать с музыкой через танец, естественно, латиноамериканцы это показывают наглядно. А вот особенности петербургского джаза, на ваш взгляд, поскольку вот Петербург, Ленинград, ну, это такая очень важная джазовая площадка для нашей страны. Здесь и джазовая филармония открылась первая в Союзе, и так любовь к этому направлению сильна. Да, я могу даже сказать, наверное, больше, чем в столице. Санкт-Петербург является, на мой взгляд, столицей джаза. Спасибо. Полностью согласен. Действительно, да, приятно, и мы тоже с вами согласны. Вы сказали про купчинскую поэзию. Вот что привлекает купчинских творцов в их, в нашем районе, скажем, социальные проблемы становятся основой поэзией, или воспевают красоты, или что-то новое произошло? Ну, красота, это же, прежде всего, внутри нас, и люди учатся и находят красоту в самих себе и в том, что видят вокруг. Поэтому, то есть там это связано и с любовью, и с другими какими-то сильными эмоциями, которые испытывают. Но обязателен купчинский след? Ну, это у нас такой конкурс проходил, и вот эти поэты будут выступать в рамках фестиваля, так что приходите, послушайте. Стихи должны обязательно как-то коррелироваться с таким музыкальным направлением, как джаз, можно ли пытаться или нужно ли их пытаться как-то положить, или они могут так достаточно автономно существовать? Текст текстом, музыка музыкой. Свободное написание стихов, но при этом Билли сказал, что лучшее стихотворение он сочинит песню. Кстати, в этом году будет исполнять новый гимн Купчина, он каждый год сочиняет новый гимн про Купчина. Я думаю, что это район-рекордсмен тогда по количеству новых гимн. Если Купчина – это лишь часть Фрунзенского района, то действительно. Ну что ж, в это утро нам осталось добавить музыки. Да, пока не гимн Купчина, мы с удовольствием приглашаем также в нашу студию Рейс Келлиерман. Здравствуйте, доброе утро. И просим вас, Борис, украсить наше утро кубинским настроением, мелодиями. Для всех тех, кто, может быть, не проснулся еще и думает, как стать среда маленькой пятницы. Друзья, наслаждайтесь классной музыкой. Просим вас. Пожалуйста. Друзья, наслаждайтесь классной музыкой. Друзья, наслаждайтесь классной музыкой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok